«Как я влюбилась в своего мужа» – Лиза Боярская и Максим Матвеев. Актеры понравились друг другу с первого взгляда, но три года тянули со сближением. Пара сыграла свадьбу девять лет назад, у супругов растут два сына – Андрей и Григорий. Но их путь, к счастью, не был простым. По словам Елизаветы, она влюбилась в своего будущего мужа с первого взгляда, но не решила сделать первый шаг. И потом, лишь спустя несколько лет, они с Максимом смогли быть вместе. Когда я впервые увидела Максима, я настолько растерялась, что имени своего сказать не смогла. Влюбилась, в бездну какую-то упала, призналась Боярская. Но мы разошлись, и больше трех или четырех лет не виделись, хотя произвели друг на друга впечатление. Я внутренне его выбрала, но и не стала делать никаких шагов. Елизавета Боярская, дочь знаменитых родителей и примерная девочка, долго не могла встретить мужчину, который бы нравился ей. Да еще и угодил бы папе Михаилу Боярскому. Сама Лиза не раз в своих интервью рассказывала, что отец всегда жестко критиковал всех ее кавалеров. Но исключением стал лишь молодой и успешный актер Максим Матвеев. Их история любви начиналась с самого настоящего служебного романа. Лиза и Максим снимались вместе в фильме «Я не скажу», где играли пару, оказавшуюся на грани расставания. Пока актеры изображали кризис отношений, между ними напротив возникла взаимная симпатия. «Звезды проводили вместе много времени в ней съемок. Вместе репетировали и даже ездили за необходимым для фильма реквизитом. Мы были настолько захвачены этой историей, что каждый вносил что-то свое. Мы с Максимом, например, обошли все барахолки. Искали вещи, которые наши герои могли бы друг другу дарить», — вспоминает Лиза Боярская. Ситуация осложнялась лишь тем, что на тот момент Матвеев был женат на актрисе Яне Сексте. В СМИ писали, что Яна была шокирована измеренной мужа. В то время как влюбленные уже несколько лет спустя утверждали, будто бы брак Максима и так трещал по швам. Как бы то ни было, Матвеев принял решение расстаться со своей супругой и начал встречаться с Лизой Боярской. Впервые они появились на публике в 2008 году на премьере фильма «Адмирал», куда Боярская решилась прийти со своим новым избранником. «Я привыкла, что во время съемок мы с Максимом постоянно были рядом. И в первый же день, когда он оказался далеко, я поняла, что встрескалась по самые уши, откровенно рассказывала актриса о своих чувствах в интервью. При этом Лиза утверждала, что она ни в коем случае не уводила Максима из семьи. Как в этом тут же обвинила ее пресса, любящая подобные пикантные сюжеты. «Знаете, есть женщины-хищницы, они ищут мужчину, завораживают, привораживают», говорит Боярская. «Как акулы вокруг ходят. Я с этой точки зрения абсолютно не завоевательница, не охотница. И все-таки в сети красавицы Лизы Максим попал довольно быстро». «Если бы Максим не проявил инициативу в дальнейших отношениях, я бы в жизни не стала добиваться никогда, – говорит Елизавета, – я никогда не буду бороться. За ребенка – да, в любых обстоятельствах, а за мужчину – нет». Их отношения так стремительно развивались, что вскоре актриса уже познакомила молодого человека со своими родителями. К счастью, строгому папе Михаилу Боярскому Максим понравился. Об этом волнительном моменте сам Матвеев вспоминал. «Родители Лизы возвращались из отпуска. Мы их встретили ранним утром. Часов шесть довезли до дома, – рассказал о важном моменте Максим. Остались с ними втроем, и я, чтобы не волноваться долго, сразу им все и сказал. Отец Лизы спросил, «Моя дочь тебя любит?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Ну тогда счастья вам». Елизавета и Максим сыграли скромную свадьбу в 2010 году. На регистрацию они оба пришли в повседневной одежде. Лиза так и вовсе джинсов. Да и их наряды для свадебного банкета не были слишком шикарными. У Максима обычный темный костюм, у Лизы короткое платье. Это был такой молодой выпад, вызов традициям. Сейчас я так понимаю. Тогда же было абсолютное убеждение, что все эти свадьбы, караваи – это так пошло, а теперь, когда мои подруги выходят замуж, я реву на свадьбах. Я проще стала к этому относиться, считает актриса. После свадьбы молодожены разъехались. Коренная петербурженка Лиза продолжала играть театр в северной столице, а Максим жил и работал в Москве. Само собой, это обстоятельство от прессы не скрылось, и СМИ решили их развести. На самом же деле расставаться Максим и Лиза не собирались. Их вполне устраивала эта жизнь на два города, и даже нравилась эта романтика встреч и прощаний. И все-таки вскоре Лиза и Максим поняли, что постоянно совмещать таким образом семью и карьеру не получится, нужно из чего-то выбирать. Когда Боярская узнала, что скоро станет мамой, она приняла непростое решение – покинуть родной Петербург и переехать в Москву к мужу. «Семья и профессия – равноценные для меня вещи, однако профессия – это моя страсть, мое увлечение и моя работа. А тут новый маленький живой человечек. Это чудо, для которого мы должны сделать все, чтобы он стал самым счастливым», говорит Елизавета о материнстве. «Сейчас вся звездная семья живет в Москве, однако супруги редко появляются на публике вместе. Я действительно ждала свою любовь и ждала человека, который захочет стать отцом моих детей и провести со мной всю свою жизнь, и которому я бы ответила абсолютной взаимностью», говорит актриса. «Это моя позиция. И мне повезло, что так случилось со мной в 24 года. Могло ведь произойти и в 40. С годами их семья становится только крепче. По словам Боярской, они с мужем оба темпераментные люди, но всегда прислушиваются друг к другу. Они даже ни разу не ссорились. Мы друг друга любим. Мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем», говорит Елизавета. «И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы не повышаем никогда голос. И я не знаю второго такого отца. Он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей». Субтитры сделать такое спасибо. Продолжение следует...